Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Сегодня 6 июля, завтра 7 июля начнутся рейды на европейских мирах и, само собой, многие из вас пойдут осваивать святелище господства, доберутся до Сильваны и убьют её. Но чтобы, само собой, это всё реализовать, чтобы показать себя самой лучшей стороны, надо знать какие-либо тактики на боссов, на которых вы попадёте, на которых вы пойдёте. Поэтому я хочу предложить вам реально классный, замечательный, лёгкий в использовании сайт, на котором можно глянуть все аспекты тактики. Сайт mythic trap.com in collaboration with echo, созданный вместе с Echo, с гильдией. Можно глянуть абсолютно любые тактики, начиная от подземелья и заканчивая рейдами. Нас интересует рейд, sanctum of domination, и мы нажмём на первого босса, taragr. Taragr представлен в обычной сложности, в героической, в бахальной тактике пока что нет, она будет в будущем. Можно также язык выбрать слева. Выбираем русский язык и всё смотрим, как нам хочется. Для рейд-лидеров есть мод презентации, там, наверное, более какая-то развернутая тактика. Сами посмотрите, это, если интересно, изучите. Имеется фильтр по ролям для танка, для бойца, для лекаря, и имеется также quick strat. Если у нас, например, мало времени, нас там заинвайтили в рейд, и нужно быстренько-быстренько подняться делать на боссе, кликаем, смотрим. Это быстрая стратегия на босса. Мы рассмотрим полностью, просто буду потихонечку листать вниз, и рассмотрим функционал этого сайта. Сила аниме уникальная, особенность боя. Также изменения прописаны, и вот начинается бой. Первая фаза. Действия всего рейда, то есть что делать с цепями. Антишка прыгает к нам, жмёт черепашку, летят цепи, и в итоге цепи летят в иммун. Всё. Человек не умирает. Бой хищника, с ним тоже механика там есть. Жмём кнопочку, воспроизводится видосик. Фрагмент забытых мучений, тоже всё показано. Давайте глянем. Жмём play. Вот она void-зона, в неё забегают, из неё высасывают сверки. Чем меньше сфер в void-зоне, тем меньше секунд остаётся в ней стоять. Вот так. Чем больше сфер, тем дольше нужно постоять в void-зоне. Как-то так. Переходная фаза. С туманом будет сейчас, перебяжка быстрая. Три зоны. Нужно просто сначала в одну забежать. Чик. Потом во вторую нужно забежать в светлую зону. Ставятся спринты. И в третью перебегаем. Рейд выживал. Замечательно. Продолжаем бой. Туман будет там раз в минуту, по-моему. Вторая фаза. На десяти процентах с нас высасут силы аниме. В этот момент мы получаем оглушение. И босс усиливается по дэмэджу. Нужно кайкить, бегать и как-то добивать босса. Потому что дэмэдж по танкам даже будет идти очень большой. Краткий обзор и позиционирование. То есть можно глянуть там по таймлайнам абсолютно все, что нам интересно. И имеется анализ сил аниме от Роджер Браун. Это знаменитый охотник. О нем небольшая информация расписана. Как о человеке, как о игроке. И анализ всех этих сил аниме, которые будут нам доступны при битве с первым боссом. Все, все, все абсолютно. То есть сколько увеличения дэмэджа мы получаем. Там хорошие аниме, плохие аниме, вспомогательные. Там аниме, которые вообще брать не нужно. То есть все, все, все есть. Все абсолютно расписано на этом сайте. Поэтому я советую его. И реально пользуйтесь им. Потому что с помощью него вы реально получите хорошие знания. И стабильное понимание того, что нужно делать на боссах, а чего не нужно делать на боссах. Как-то так. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Также в описании к этому видосику закину ссылку на этот сайт. До скорого. Продолжение следует.